Фабрика по переработке пластиковых бутылок. Двор уставлен прессованными брикетами. Каждый день сюда привозят по 50 тонн, то есть 2,5 миллиона бутылок. Завод работает уже 30 лет. Директор говорит, здесь единственное в мире место, где удалось добиться замкнутого цикла. 100% ресайкл. Пластиковые бутылки делаются целиком из пластиковых бутылок, которые потом опять пускаются на производство пластиковых бутылок. И так вновь и вновь, без добавления нефтепродуктов. На заводе автоматика сочетается с ручной работой. После того, как машина отбраковала непригодное сырье, например, бутылки темного цвета, сотрудники производят контрольный осмотр. Этот цех тоже работает круглые сутки. Бутылки, как и продукты горения, на заводе по сжиганию мусора проходят здесь многочисленные этапы очистки. Конечный продукт, белоснежную крошку, или как ее здесь называют, пластиковые хлопья, фасуют в гигантские мешки по 500 килограммов. А дальше их распределяют по предприятиям, где производят уже конкретные товары. Одного такого мешка пластиковой крошки хватит для того, чтобы изготовить 25 тысяч полулитровых бутылок. В комнате для гостей нам показывают футбольную майку с надписью «Роналда». Неужели это правда? Да, это так. Вся форма футболистов из клубов «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед» сделана из японских пластиковых бутылок. Активная пропаганда раздельного выбрасывания мусора в Японии началась четверть века назад. В результате более 90% всех пластиковых бутылок в стране сегодня идёт на переработку и выпуск новых товаров. Кстати, униформа японской сборной, которая во время Олимпиады 2020 года будет вместе с остальными спортсменами жить и тренироваться на нацепных островах из утилизированных отходов, тоже будет сделана из переработанного пластика. Сергей Мингажев, Алексей Печко. Вести недели. Токио. Япония.